Итак, дорогие мои, всем большой привет! С вами снова я, Розанна. Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами будем разбирать покупочки с Black Friday и с золотого яблока! Как говорил мой лучший друг Артур, от армянки должен пахнуть за 100 километров парфюмом. Заброс такой королева, королева принцесса. Она розовенькая девичка! Мы же кавказские женщины, должны себя уметь еще идти на ваши или на соседа волосы, спасибо! Господи, это меня вообще пропустят вот так вот на ютубу-то. Итак, приступим. Ну, в принципе, я все тут вам красивенько уже разложила. Но перед тем, как начать, я вам покажу, как оформили золотое яблоко пакеты именно на 11 ноября. Такой вот инопоинтянин милашечный. Они вот любят вот эти вот маркетологи золотого яблока. Они же понимают, что люди идут на эмоции, на картинку. Сделали на черном фоне вот их фирменный вот этот лаймовый цвет. Вот, собственно говоря, так все и работает. Умные сие мира пользуются слабостями людей. За вас, дорогие мои! Чуть не уронила любимую чашечку, которую мне дарили два года назад, а Новый год. Сердечко. Сейчас поправим с вами помадку мою шикарнейшую. Кеко Милана помада черненькая. И можем начинать, дорогие мои. Как у вас, кстати, прошла неделя. Как у вас какие-то события происходили в лунное затмение? Или какое там затмение было? Вот этот парад затмений был, уже не понимаю. У меня вот было полное затмение, дорогие мои. Потому что я вообще в каком-то коматозе находилась. Вообще не понимала, что, зачем, куда я двигаюсь, что я хочу. Вот. До сих пор не понимаю. Но буду продолжать делать то, что у меня получается лучше всего. Это дарить вам свою улыбку. Знаете, когда латерную икру, хотел сказать. Когда черную помадку красишь, зубки-то желтенькие становятся. Немножко. Надо уже винирщики ставить, дорогие мои. Ладно, шучу. Итак, шикарнейшие зубки. Мы с вами начнем с маленького. Начнем с малого. И до великого дойдем, дорогие мои. Во всем так должно быть. Итак, начнем. Я никогда не пробовала эти маски. Хотя их очень-очень-очень хвалили. Это масочки от Darlene. Darlene. Вот. У них вообще есть серия косметики уже. Они вообще настолько продвинулись. Они начинались с тканевых масочек вот таких вот. Продвинулись. Извините. Да, целой серии. У них уже помады всякие. Туши. Кстати, тушь, кстати, вот тоже. Тушь хорошая. Я смотрела на сайте. Хочу в следующий раз его заказать. В общем, как говорят, вот этот бренд Darlene, он вообще российский. Хотя он такой оформленный, как будто бы он китайский. Но смотрим, смотрим по... Хорошо, ладно, изготовитель Кореи. Хорошо, хорошо. В принципе, страна происхождения Республика Корея. Ну ладно, ладно. Извините, ну что поделать? Я где-то просто у какого-то бьюти-блогера видела, что этот бренд российский. Ну да ладно. Первая масочка называется Darlene Black Sheep. Она для того, чтобы сужать и очищать поры с бамбуковым углём. То есть она такая углевая, углеводородная. H2O, CO2, вот и всё. Сама поняла, что сказала Розан? Спасибо. Вторая Darlene Power Nap, которая обещает вам дать эффект, как будто вы 8 часов поспали. Особенно актуальна на работягам, да? Извините, помимо введения блога, я ещё работаю, дорогие мои. Кстати, об этом будет следующее моё видео. Супер увлажняющая гидрогелевая маска с эффектом моментального восстановления. Волбы она реально бы работала, пока что не знаю. Но думаю, что это броньё. Хотела сказать другое слово на букву П, но не буду, дорогие мои, потому что мы с вами леди, и мы с вами не будем выражаться. Следующая шикарнейшая покупка называется Тушь от Рад. Knock yourself out. Тушь от Рад, что в переводе означает «пни себя под зад и начни что-то делать». Прошу прощения за дерзкие высказывания у нас с вами здесь. Тушь для ресниц. Я её взяла просто в последнюю секунду, когда я выходила уже из магазина, но я её увидела и не смогла пройти мимо. Просто там ещё у меня там скидочка на неё накладывала, скидка на скидку, плюс на минус дает плюс, минус на минус дает плюс точнее. Ну так вот, поехали. Тушь от Рад ещё не помолвала. Кстати, давайте распакуем и посмотрим. Тканевые маски-то мы все понимаем, что это просто тканевые маски, и они просто как бы увлажняют лицо, очищают её и всё. А как бы тушь-то надо распаковать, показать вам. Да, доброе утро, три часа. Ладно, посмотрите пока на мой маникюрчик. Покрытие сделала такое вот. Оно, кстати, немножко дороже вышло, но очень нравится. В Пинтересте увидела. Сейчас я просто себе испорчу ногти. Пока буду... Да, ничего себе. Вот так вот. Опа. В Пинтересте про ногти закончил. В Пинтересте увидела ногти. Вдохновилась. А тут просто белое покрытие и френч. Советую, девочки, чувствуете себя просто как королева, королева-принцесса. Итак, она розовенькая, девочки. Блин, она прикольная, реально. Вот она ещё такая матовая, такая, ну, интересного характера. Слушайте, слушайте, она реально как вот, как спрей от комаров. Итак, открываем шикарный тушь, если она широкая и жирная. Спасибо, доброе утро. Она широкая и жирная. Ладно, попробуем. Хотя у меня все туши, они такие короткие, с эффектом натуральности. Ну, в принципе, как второй слой. Можно, в принципе, использовать. Слушайте, наносится очень легко. В розе комуков я не ощущаю. Это самое главное, чтобы не было комочков, дорогие мои. Это правда. Кстати, заметили, у меня на солнце, на свете, глаза более зелёного оттеночка. Видите, дорогие мои? У кого также меняется цвет глаз, напишите, пожалуйста. Потому что у меня вот у подруги, у неё серые глаза сами по себе, но на солнце они становятся голубыми. Голубыми. Вот. Такая вот интересная штука. Изначально у меня карие глаза, но на свету они становятся цвета хаки. Видите? Такая вот принцесска. Ладно, продолжу. Ладно, успокоилась. Розарно. Девочки, угомоните её. Из меня вылезает моё альтер-эго. Слишком жарко здесь становится с вами. Ребят, что вы такие жаркие? Можно поспокойнее? Спасибо. А, кстати, была ли это пассивная агрессия в конце вот этот спасибо? Не знаю. Так, я иду по ценовому сегменту. От самого дешёвого к самому дорогому. Тушь мне со скидкой обошлась где-то в 300 с чем-то рублей. Маски по 100 рублей были. Не знаю, зачем я это озвучиваю, но вдруг кому-то понравится. Следующий лот я просто обожаю, потому что я чокнулась на уходе за своим лицом. Я поняла, что не стоит скрывать какие-то свои несовершеннадцатональным кремом, потому что это никак не поможет. Потому что если у тебя прыщи по всему лесу, прошу прощения, потому что, ну, всякие разные ситуации бывают, я имею в виду. Вместо того, чтобы искусственно что-то скрывать, лучше на корню что-то срубить. То есть поработать над своим питанием, надо тем понять, достаточно ли витамины, достаточно ли воды в организме. И плюс уход. И я очень давно слежу за брендом российским Art & Fact, который производит очень хорошего качества. Что уходовую косметику? Я взяла для пробы, потому что у меня выскочили прыщи на лбу. Сейчас не знаю, видно или нет. Вот здесь. После того, как я уже попользовалась данными кремами, крем для лица с неоцинамидом 5% и цинком 0,3%. Для начинающих, те, кто вообще не пользовались никакими активными компонентами, у меня, во-первых, кожа комбинированная, неоцинамид очень хорошо влияет как раз на то, чтобы у тебя с борьбой с акне и просто с борьбой, борьба, 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 делай, брат. И у вас сейчас выткну, откройте. Ладно, все, поехали. Концовка была трождецки. Девочки, ладно, кто борьбой занимались, ставим лайк, девочки. Мы же кавказские женщины, должны себя уметь защитить, когда вас пытаются украсть на дагестанской свадьбе или армянской. Извините, прошу прощения. Что я несу? Мне порекомендовали... Спокойно, Роза. Мне порекомендовали. Кажется, придется вырезать. Вырезать матку. Шучу. Господи, это меня вообще пропустят вот так вот на ютубе. Вот так вот меня. Маска для лица. Ой, господи, маска, говорю. Крем для лица с неоцинамидом. И я еще взяла крем вокруг глаз. Да, парни сейчас, если посмотрим, вдруг, если кто-то из парней вдруг смотрит, такие, чего, еще отдельный крем вокруг глаз. Совсем уже ку-ку эти девочки. Тоже с неоцинамидом 2% и лицецином 0,4%. Оно работает как ежедневный увлажняющий какой-то уход. И помогает, то есть, чтобы, ну, поняли, да, не пересыхал вот здесь ускориться. Потому что здесь кожа у нас с вами более такая изящная. Она требует больше внимания. И просто вот так вот, знаете, вот обычный крем тоже, знаете. Так вот, мне порекомендовали пользоваться вот этими активными компонентами 2-3 раза в неделю для начала. И понять, как на мне будет реагировать кожа. Мне очень нравится, что крем вот в такой вот, как сказать, мерной штуке. Я не могу понять. Ну, короче, вот в такой упаковке. Да, слова «Раззапас» вышел из чата. Вот. И второе, «Нокреновый округлаз» тоже такой же. И еще у них в упаковке идет инструкция с тестом. Там QR-код, можно сканировать и пройти тест на определение типа вашей кожи. Также я купила сыворотку для волос с серумом. Тут AHA комплекс 2%. Здесь я правильно говорю. Копи-хилл тоже не знаю правильно ли я говорю. 1,3%. И HMI силки 0,5%. Данная сыворотка мультипептидная. Она активатор роста и густоты волос. В принципе, у меня с густотой проблем нет. Но я бы хотела быстрее, чтобы мои волосы отросли. Хотя они и так быстрее обычного среднестатистического волоса растут. Здесь правильно выразилось. Но в любом случае я хочу, чтобы они уже к лету были хотя бы до лопаток. Надеюсь, мы с вами их проверим. Сейчас я вам покажу вот эту сыворотку. Она прям сыворотка. То есть такого вот характера. Такая вот. Даже открою вам. Вот. Пук-пук. Интересного характера. Она наносится именно вот на корни. На очищенную голову. На ваши или на соседа волосы. Спасибо. На влажные или сухие волосы. Ладно, успокоилась. Ну сейчас подумайте, что она вообще бешеная. Какая-то не ровно вешеная. В каком-то состоянии подмененном. Но нет. В каждой упаковке такая вот памятка от Infact. С одной стороны, пиар-код по определению типа кожи. А с другой стороны, общая схема конфликтов продуктов самих. Потому что есть очень разные активные компоненты. Неоцинамид, серум, хлор H3, 25,86. И девчонки любят брать там много разных сывороток на часть. Выливать это все на себя. Причем, какие-то из них, они могут быть несовместимы и давать какую-то вам реакцию. И еще это зависит от какого-то определенного типа у вас кожи. Если у вас тип кожи жирный, а вы начинаете использовать, я не знаю, какой-то активный компонент, который не поддерживается при жирном типе кожи. Еще и какую-то сыворотку, еще что-то. То может произойти какой-то исход интересного характера. Вот. Поэтому обязательно, пожалуйста, постепенно вводите какие-то новые сыворотки, активные компоненты. Если у вас есть косметолог, советуйте с ним. Если нет, просто делайте по минимуму. Самое главное вначале это обеспечить, чтобы ваша кожа была очищена максимально хорошо и увлажнена. Все. Тогда кожаный как бы вот этот барьер не будет нарушаться минимум. Если у вас акне, какие-то пигментные пятна, какие-то прыщи под глазами, говорю. А, кстати, у кого-то бывают прыщи под глазами? Не знаю, у меня вот нет. Если у кого-то темные круги под глазами, так далее, так далее, то уже надо ввозить какие-то сыворотки. Ну, про это лучше и лучше изучить отдельно, подробно, и потом уже что-то вводить. И это нужно делать именно курсом. То есть два месяца ты помазалась вот этими сыворотками, еще два месяца прошло, и еще надо повторить, если эффект не заметен. Моя просто шикарнейшая покупка, покупочка, моя мечта, она сбылась, потому что я взяла парфюм от Зелинский и Рошен Ванила Блэнд. Дорогие мои, сейчас я вам покажу. Это мини-версия в сумочку, такая просто милипусенькая, милашка такая, хорошенькая, пупсичка, 10 миллиграмм. Я еще очень хочу аромат, называется черный ветивер, пергамот, просто ммм. Вот этот аромат, он максимально сладенький, и он просто напоминает вот эту вот ванильку, которую вот в выпечку добавляют, ванилин. И вот эту вот сладкую, свежую выпечку, вот этот сладкий ванильный пончик, знаете, как говорил мой лучший друг Артур, от армянки должно пахнуть. За 100 километров парфюма. Поэтому сначала я не распробовала вот этот аромат, я думала, что он быстро распиляется, расходится. Я просто привыкла к очень обильным таким вот стойким ароматам. Потом оказалось, что просто я наносила больше на свитер, и у меня на горловине оставалось, чем на каком-то остальном месте. Вот, дорогие мои, это был обзор моих покупок из золотого яблока в Black Friday, черный парни, сэр. Вот. Пожалуйста, поставьте лайк данному видео, подпишитесь на мой канал, и пишите в комментариях, что для вас является ключевым моментом в уходе за кожей лица. Вот. С вами была я, Рузанна. Пейте чаек, радуйтесь жизни, скоро Новый год, оставайтесь со мной.